Обо всех чрезвычайных ситуациях за неделю в программе «Место происшествия» в студии Александр Бычков. Здравствуйте. Три человека погибли, еще 50 получили травмы. За неделю в Приангаре произошло около 40 ДТП, одно из них с участием нетрезвого водителя. Среди наиболее частых нарушений, которые приводят к авариям, инспекторы ГИБДД зафиксировали превышение скорости, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил обгона. В Иркутске к ответственности привлекли водителя автобуса. Видеозапись с нарушением была получена в ходе мониторинга социальных сетей. Он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Инспекторам водитель пояснил, что вынужден иногда нарушать правила, чтобы соблюсти график движения по маршруту. 8 лет строгого режима получил сальчанин за убийство 26-летней давности. Как установлено в ходе следствия, в 1996 году подсудимый в компании из нескольких человек остановил попутку в районе Иркутского аэропорта. По дороге злоумышленник решил завладеть автомобилем. Он попросил водителя остановиться, а когда машина затормозила, преступник достал обрез и выстрелил шоферу в область шеи. Тело погибшего спрятали в лесном массиве. Задержать преступника удалось лишь осенью прошлого года. В Приангаре задержали фальшивомонетчика. Иркутянин расплатился за премиальный гаджет под дельными пятитысячными купюрами. Мужчина пояснил, что 15 купюр по 5000 рублей он получил за продажу своего телефона. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, он решил избавиться от них аналогичным способом. В итоге 13 из 15 фальшивок оказались в руках студентки из Ангарска. Девушка поняла, что деньги не настоящие, когда попыталась внести их через банкомат. Об инциденте она сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Житель Тулуна перевел мошенникам 1 миллион 200 тысяч рублей. Как установили полицейские, ему поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Собеседник пояснил, что на его имя мошенники прямо сейчас пытаются оформить кредиты. Чтобы предотвратить операцию, необходимо опередить их и самому явиться в отделение банка, оформить займ и снять деньги. После этого мошенники вынудили его купить телефон с функцией бесконтактной оплаты, чтобы перевести деньги на безопасный счет. Для большей убедительности мужчине даже направили фотографии, подложных документов и чеков о передвижении средств. Возбуждено уголовное дело. Владельцы майнинг-отеля в Иркутске похитили оборудование своих клиентов. По данным следствия, с ноября прошлого года они сдавали площади для размещения криптовалютных ферм. Причем на выгодных условиях. Цены за аренду и плату за электроэнергию они предлагали ниже рыночной. В какой-то момент организаторы хостела прекратили перечислять деньги, скрылись и не вернули постояльцам дорогостоящую технику. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пострадали десятки человек. Каждый из них оставил в отеле оборудование на сумму свыше миллиона рублей. В Приангаре сотрудники полиции проверили соблюдение миграционного законодательства. Они изучили документы у 170 иностранцев. Часть из них прибывает на территорию России с нарушением закона. В отношении этих людей составлены административные протоколы. 12 человек по результатам рейда будут выдворены из страны. С 28 июня полицейские проведут еще одну аналогичную акцию. Жителю Саянска вынесен приговор за культивацию марихуаны. Почти полгода мужчина выращивал коноплю в арендованном гаражном боксе. Для этого он установил там специальное освещение, систему орошения и датчики температуры. Посевной материал закупал через интернет. В июне прошлого года оперативники вынесли из оранжереи 24 куста. По словам агронома, урожай он готовил исключительно для себя, но такой объем посадок оказался достаточным для возбуждения уголовного дела. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно. И на этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и берегите себя.